Моновариантное остывание кристаллической смеси. То есть у нас будет понижаться температура, мы можем чуть повышать температуру, можем чуть понижать температуру, повышать температуру. Вот фазовый состав наш меняться не будет. У нас есть одна степень свободы. То есть и дальше уже вот эта кристаллическая смесь вот этого состава, вот такого состава она будет понижаться. Такого состава мы будем ее понижать. Мы ее будем остужать. Значит, немножко усложним систему. Тогда, когда кроме фазы А и фазы В, у нас существует еще и некая фаза С. Существует фаза С, которая плавится. Скажем так, фаза С, которая плавится кондруэнтно. Это диаграмма соединения плавящейся кондруэнтно. По сути дела происходит вот эта фаза С, она делит диаграмму просто пополам. То есть она как бы удваивает ее. Здесь получается вот эта вот эфтетическая диаграмма АС и эфтетическая диаграмма СД. Я не говорю, если вы помните, пожалуйста, что значит кондруэнтное плавление. Значит, кондруэнтное плавление тогда, когда у нас... Значит, если мы будем плавить фазу С, если мы будем плавить фазу С, то мы получим вот этот вот расплав. Или скажем так, если мы начнем кристаллизовать расплав состава С, то мы получим вот это вот вещество С на ликвидусе. Вот это вот вещество, которое плавится, плавится кондруэнтно. Значит, диаграммы... Диаграммы... Значит, вообще надо сказать, что все диаграммы плавкости, они... Значит, все диаграммы плавкости, они... показывают, показывают закономерности для... Скажем так, они не действуют, они не действуют для чистых веществ. То есть вот если вспомнить, как, значит, допустим, вот в курсе геометрии у вас были отрезки с включением или не включением, так сказать, краевых точек, да, то вот это вот, то есть то, что дети так в школе назывались выколотые точки. Помните или нет? Вот тогда, значит... Вот эта диаграмма, вот все закономерности вот этой диаграммы, они не действуют, допустим, для чистого вещества А. Они не действуют для чистого вещества В. И, соответственно, они не действуют для чистого вещества С. Знаете, потому что когда у нас, если мы будем... Если мы будем кристаллизовать чистое вещество С, то у нас при... Значит, при температуре... По достижении температуры кристаллизации С у нас начнется кристаллизация, температура... Опять мы попадаем на сад на... Однокомпонентный... Однокомпонентный расплав. Опять мы попадаем в нон-вариантное состояние, которое будет продолжаться до тех пор, пока у нас не закончится... Это пока весь расплав состава С и перейдет в твердое состояние. После этого у нас начнется опять понижение температуры. Значит, в книжках вы можете увидеть, существует два типа. Два типа вот этих вот, скажем так, вот этих вот завершений. Вот этого инконгруентного плавления. Либо вот в виде такой вот скуфейки, да? Вот. Либо шеймонидные. Значит, это зависит уже от свойств вещества. Если вещество у нас при плавлении, при плавлении, значит, частично диссоциирует на какие-то компоненты составные, то у нас будет вот такое округлое завершение вот этой линии. И если у нас вещество не диссоциирует, то у нас будет такой шеймонидный, острый, шеймонидное, значит, вот острое завершение вот этой части, вот этой части теоправы. Значит, дальше. Значит, усложняем или еще? Извините, а можно? Да. А если состав в зоне до ликвуса точно в середину до кукула? Да, вот точно в середину, точно в середину, это тот самый случай, когда у нас расплав, состав расплава соответствует составу компонента С. Чистый С, значит. Да, чистый С. Вот. И у нас получится кристаллизация чистого С. То есть на этой диаграмме, так сказать, собственно говоря, вот эта вот диаграмма, так сказать, вот этот случай, она не учитывает. Значит, и еще несколько условий усложним и добавим к, значит, вот, усложним вот эту вот диаграмму, усложним соединение, которое плавится инконгрулентно. Значит, это соединение, некоторое соединение D. Если вы, значит, чем характерно, чем характерно, значит, вот это вот, это такого типа соединения. То есть если мы возьмем, допустим, отберем, вот если мы возьмем чистый состав вот этого вещества D и начнем его плавить, мы никогда не получим, мы никогда в первых каплях расплава, мы никогда не получим расплав вот такого состава. То есть если вот здесь вот, вот здесь вот, если мы возьмем вещество С, мы отобрали монофракцию, допустим, монофракцию вещества С, да, и если мы начнем поставим это в муфель начнем это греть, мы получим первые капли расплава и у нас будут соответствовать составу С. Точно так же, как если мы возьмем расплав состава С, то первые кристаллы, которые у нас начнут выделяться, они будут точно соответствовать составу вещества С. Здесь, если мы возьмем кристаллы вещества Д, Мы никогда первые капли расплава не будут соответствовать составу Д. Точно так же, как и первые кристаллы, которые будут кристаллизоваться, если мы составим такой вот расплав, соответствующий составу Д, мы никогда не получим первые кристаллы на лепедуши, они не будут соответствовать составу фазы Д. Вот эта диаграмма, если посмотреть, чем она отличалась от первой, простой, предыдущей, что у нас, кроме точки эфтектики, у нас существует еще, у нас, во-первых, здесь больше полей, значит, эта диаграмма никак не разделяется на две аналогичные, как в предыдущем случае, и у нас здесь вот появляется еще точка П, обозначенный буквой П, это точка перед эфтектики. Значит, если мы начнем кристаллизовать вот, допустим, некий такой состав, то сначала у нас, естественно, идет, у нас идет моновариантное остывание, значит, расслава, у нас понижается температура, а, дивариантное остывание расслава, мы можем безболезненно для фазового состава системы, мы можем менять и температурный состав, то есть немножечко, значит, сдвигаться вправо-влево по составу, вверх-вниз по температуре, у нас как раз блок был, так и остался. Значит, до температуры ликвидуса. При этом вещества Б у нас помняты? Ващества Б у нас нет, ну, состав у нас вот такой. У нас, в принципе, у нас вот столько, вот столько компонента Б, значит, вот маленькое, Б маленькое обозначается, да, и вот столько у нас компонента А. Вот она. А где у нас нет? Д или нет? Да нет. У нас Д, Д это минерал. Скажу так, Д это минерал, А большое, Б большое, это минералы, Д это минерал. Значит, компонентами, компоненты обозначаются маленькими буквами, компонент А, компонент Б. Значит, в принципе, вот такой вот состав, состав вот такого состава, то есть расплав вот такого состава в конечном счете, уже так много, Amber Дж Cody, женщина не extrêmement не очень много, не очень много, не очень, а очень, Продолжение следует...